Эфирично. Всем привет! Меня зовут Татьяна Кустикова. Я из города Минска. Занимаюсь перманентной завивкой волос и стрижками. Сегодня мы будем делать прикорневую завивку на осветленных волосах. Только в этой зоне. Остальное полотно у нас не участвует. Мы будем это все изолировать. Завивку делаем уже на протяжении многих лет. Делаем регулярно раз в 4-6 месяцев. При работе на обесцвеченных волосах, на осветленных и на окрашенных желательно перед процедурой химзавивки сделать реконструкцию волос по всему полотну. Сейчас мы будем мыть волосы шампунем глубокой очистки. Будем проводить реконструкцию. Если надо, будем делать стрижку. Затем будем делать завивку. Надо принести с собой футболку. свою домашнюю, тогда вы не будете об этом беспокоиться. Для начала нам надо определиться, где мы будем ставить нашу коклёшку. То есть в каком месте. Где у нас отросли волосы и куда правильно поставить, чтобы не нарушился рисунок. Поэтому в каждой зоне пряди желательно вот так поджать и посмотреть, где у вас образуется крон. Соответственно, здесь поставить коклёшку. Нам понадобятся коклёшки, нам понадобятся бумажки, нам понадобится фольга и понадобится плотная маска для защиты волос. Третье. Третье. Продолжение следует... 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 Так, для изоляции волос, хвостиков, которые мы не накручиваем, используем плотную маску на основе силиконов, чтобы минимализировать проникновение состава для завитки. Бальзам может быть жидкий, но если у вас что-то есть такое плотное, то пожалуйста, используйте. Продолжение следует... 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 Для защиты надо нанести либо вазелин, либо плотный крем. Потому что часто бывает реакция с кремом для лица у женщин. Поэтому лучше предохраниться. Или, как сказать, защититься. Дальше мы закрываем шею. Убираем с шеи все металлические цепочки. Также сережки. Если это обычный металл, то лучше все снять. Завязываем второй жгут вокруг головы. Уши можно закрыть ватными дисками. Дальше надеваем плотный пеньюар. Пеньюар должен быть очень плотный, чтобы ничего не протекло. У него назову одежду клиенту. Так как сзади на пеньюаре металлические скобы, то лучше тоже... Поклоните, пожалуйста, голову. Закрыть их подморозовым бородничком. Что? Почему важно, чтобы не было металла? Может быть реакция с кожей, а может быть аллергия. Дальше мы приступаем к нанесению состава для завивки волос. Мы будем использовать состав для окрашенных волос на основе цистиамина. Мы будем работать препаратом для завивки бренда Глэм. Для окрашенных волос номер 2. Наносим очень аккуратно, не спешим. Точечно, капельно, чтобы ничего не пропустить. Важно оставлять на зоне одно упрязь, которое полностью будет накручено, чтобы через нее контролировать, как оно взялось, как вы проверите. Вы никак не проверите, потому что у нас все запаковано, мы не можем ничего. Но у нас тут есть, мы будем ориентироваться на нее. Несколько вопросов к вам. Первое. Как вы решаете, на каком составе работать? От чего вы отталкиваетесь? От качества волос. То есть... В диагностике. Что включается в диагностику? Внутри шпористость волос. Насколько плотно, катикулярно слой. Какой волос. Вообще, в идеале, как консультировать клиента, который хочет сделать завивку в первую? Желательно, если это такая консультация заочная, чтобы человек прислал тебе фотографию и с описанием волос. Чем пользуется, если красится, то чем где-то. Ботовой краситель, либо это профессиональный краситель. Чем пользуется, какой косметикой дома. И ты будешь понимать уже качество волос этого клиента. Ну, то есть, любой мастер понимает, думает. Излюбленный вопрос мастеров – это работа с волосами, которые были окрашены хной или другими натуральными красителями. Ну, скажем так, хна и басма достаточно пересушивают волосы. Вот, поэтому, и там сама молекула, она такая очень, как ежик. Ее сложно с волос вообще даже практически не достать. Поэтому работать с такими волосами сложно, но, в принципе, можно. Можно делать завивку. Самое распространенное мнение о том, что завивка на обесцвеченных волосах, на блондинках, невозможна. Но в данном случае мы видим, что клиентка у вас уже более пяти лет делает завивку, и все замечательно. Вообще, на каких волосах, вот лично вы, как мастер, точно не будете работать? Но точно не буду работать, если это была свежая процедура кератинового восстановления через горячие инструменты. То есть это ботокс, ну, что там еще, нанопластика, ну, и ежесенье. То есть такое. Изначально надо оставлять контрольную прядь в верхней части головы, чтобы было удобно посмотреть. Но так как мы это забыли сделать, то проверим, проверяем, насколько взялась наша завивка. Завивка при корневой зоне. Достаточно крон сформировался. Закручиваем на обратном. Идем в мойку в нить. Сейчас мы будем смывать все и наносить фиксирующий состав. Сейчас мы будем наносить фиксаж. Так, будем это делать прямо в мойке. Медленно, аккуратно. Медленно, аккуратно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, мы закончили нашу работу. Сегодня у нас была коррекция завивки только в прикорневой зоне. Работа выполнялась на осветленные волосы. То есть такое тоже может быть, даже может быть и на обесцвеченные. Вот такую работу вы можете выполнять по происшествии трех месяцев предыдущей завивки. Соответственно, это дает вам здоровое качество волос на концах, и вы можете отрастить любую длину. Эта работа достаточно сложная, требует определенных знаний, опыта. Поэтому приглашаем вас к себе на курс.